Привет, город! В студии с вами я, Алексей Казанский и команда Сигмы. Давайте посмотрим новости вторника. Мы начинаем. Власти Ямала расширили пакет мер поддержки для членов семей участников СВО. Нововведение коснется детей студентов, которые проживают с военнослужащими и находятся у них на иждивении. Таким студентам полностью компенсируют стоимость обучения в вузах, колледжах и техникумах. Ранее пользоваться этой льготой могли только родные дети участников спецоперации. Абитуриент имеет право на компенсацию в начале обучения, студент второго и последующих курсов по итогам аттестации. Получить компенсацию за обучение вождению категории «Б» теперь могут не только супруги и дети военнослужащих, но и их родители. Возместят за обучение не более 40 тысяч рублей. Отмечу, на Ямале действует один из наиболее обширных в стране комплексов мер поддержки для участников спецоперации и их близких. В Янау почти на 500 миллионов рублей увеличили финансирование программы по расселению аварийного жилья на 2024 год. По информации окружного правительства, сейчас на эти цели запланировано более 15,5 миллиардов рублей. И к другим актуальным темам выпуска в новостях короткой строкой. Ямальскую продукцию представили на крупнейшей международной выставке в сфере продовольствия и напитков «Продэкспо-2024». Участники намерены расширить географию поставок в дружественные страны, найти новых партнеров. Гастрономические деликатесы из оленины показал комбинат «Тазовский». Предприятие выпускает более 20 наименований продукции из оленины, которая в 2023 году первой в России получила статус органического продукта. Компания «Северянка» производит более 50 наименований готовой продукции. Рыбу холодного копчения, малосольную, рыбные закуски и многое другое. Продукция из сиговых от комбината «Приобье». На выставке «Продэкспо» борется за звание «Лучший продукт-2024». Предприятие занимается выловом и переработкой северной рыбы. Выпускает более 150 тонн готовой продукции. «Ямал-Спас» получит полномочия по тушению лесных пожаров в Янао. Часть прежних полномочий останутся за Департаментом природных ресурсов. Передача «Ямал-Спасу» прав на мониторинг и тушение повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы, говорится в проекте постановления. Диспетчерские, действующие на базе «Ямал-Спаса» и РДС, объединят централизованную диспетчерскую службу. Департамент гражданской защиты получит полномочия на приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря содержания спецтехники. На Ямале за неделю заболеваемость ОРВИ увеличилась на 16%. 115 человек госпитализированы. За пятую неделю этого года в округе зарегистрировано около 6000 случаев острых респираторно-вирусных инфекций, сообщает Роспотребнадзор. Чаще всего болеют дети. Всего с начала сезона в округе выявлено более 4000 случаев гриппа. Воздушная гавань Нового Уренгоя получила национальную премию и признана лучшим аэропортом года с пропускной способностью от 1 до 2 миллионов пассажиров. А авиакомпания «Ямал» стала лучшей в спецноминации за развитие туристической привлекательности региона. Церемония награждения прошла сегодня в Москве на форуме гражданской авиации «НАИС». Полтора месяца осталось до выборов президента России. Сейчас зарегистрировано 4 кандидата. Жители Нового Уренгоя активно подают заявление на голосование по месту нахождения в день выборов. За неделю к участникам газовой столицы прикрепились почти тысячи избирателей. Это люди, которые прописаны в другом регионе. Открепилось более 600 человек. Проголосовать можно будет как за границей, так и в пути к месту отпуска. На ЖД-вокзале или в аэропорту. Список представительств и конствольств можно найти на сайте территориальной избирательной комиссии. Члены участковых избиркомов уже проводят информирующие встречи с работниками городских предприятий. А с 17 февраля по 7 марта начнут поквартирный обход избирателей. Цель проекта «Информуик» – рассказать о выборах, возможности проголосовать не по месту жительства, расположение участков. В будни гостей можно ждать вечернее время, а выходные – с 10 утра. Узнать их можно по брендированной экипировке, при себе у каждого удостоверение и сувенирная продукция для подарков. Горожан просят отнестись к визитам с пониманием. Люди выполняют свою работу. Открывать дверь, беседовать с ними. Беседа займет не более 4 минут. Там очень ограниченный перечень вопросов. Все эти вопросы и ответы, которые избиратель будет давать, будут вноситься в телефон, в котором загружено специальное мобильное приложение «Информуик». Все ответы будут приниматься со слов человека. Никаких документов, паспорта, документов на квартиру требовать не будут и их не нужно предоставлять. То есть все, что говорит человек, это будет заноситься в качестве его ответа в мобильное приложение. Ямал нацелен на развитие дружеских отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом рассказали в департаменте внешних связей округа. Сейчас Янау активно сотрудничает с Сербией, а также со странами ближнего зарубежья и Азии. Сербский город Олексинац и Ноябрьск подписали предварительное соглашение о побратимских городах. Весной в Арабских Эмиратах пройдет выставка, посвященная северной культуре, где будет представлен и наш округ. В планах к установлению деловых контактов экспорт ямальской продукции в Объединенные Арабские Эмираты и организация постоянно торгово-ярмарочной экспозиции округа. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко, мы скоро продолжим. Это поликлиника «Сканер», а это маммограф. Он спасает жизни. Всего одно обследование раз в два года, и вы можете быть спокойны. Сдать анализы в любое время, без очередей и долгого ожидания. Вовремя. Здесь, в Новом Уренгое. Поликлинике «Сканер». 23-70-00. Что можно сделать за три дня? Придумать дизайн, раскроить, облицевать громкой, добавить фурнитуру, собрать и... Радоваться новой кухне, детской, шкафу-купе. Элит мебели. Пожалуй, самое быстрое производство мебели в Новом Уренгое. Проспект Губкина, 6Г. Телефон. 231-231. С радостью сообщаем, что именно сейчас в ArtDent проходит акция «Ощутимые скидки на имплантацию зубов». Действует система беспроцентных рассрочек и лечения по региональному сертификату. Подробности по телефону 23 55 55. ArtDent. Энтузиастов 1. В 2024 году усилятся кибератаки на россиян. Тревожные прогнозы сделали представители Центра кибербезопасности «Факт». Главной угрозой цифрового пространства называют программы-вымогатели и фишинговые письма. Преступники пользуются приманками, чтобы выманить персональные данные и использовать их в корыстных целях. Атакующие программы могут действовать во всех популярных операционных системах. Мошенники зачастую дублируют приложения известных сервисов, банков, сайтов и воруются к помощью данные россиян. Правоохранители ежедневно регистрируют заявления об интернет-мошенничестве. Поэтому призывают население быть бдительнее, не переходить по подозрительным ссылкам и не доверяться телефонным собеседникам, которые представляются сотрудниками безопасности банков или просят пройти соцопрос за вознаграждение. Этих ребят объединяют добрые дела и поступки, желание помочь людям. Речь о волонтерах. Интересно, используя и проводить свое время, участвуя в различных мероприятиях и акциях, в нашем городе можно в Доброцентре. О том, какие акции активисты уже провели, а что в планах, расскажем в сюжете. Доброцентр в Новом Оренгое – это то место, где рождаются идеи самых добрых проектов и акций. Волонтерское объединение посещает больше 50 добровольцев. В центре есть несколько направлений – волонтеры Победы, СВО, Заботы, Медики, Экологии и другие. Наши волонтеры активно помогают по выполнению заявок. И в 2023 году мы выполнили с нашими волонтерами более 100 заявок. Это по помощи населению непосредственно в приобретении продуктов, лекарств, доставке их на дом. И также активно ведется работа по помощи семьям, мобилизованных граждан. В 2022 году волонтеры выиграли губернаторский грант на обновление пространства, а в феврале прошлого года ребята заехали в новое помещение. Активисты уверены – комфортные условия позволили привлечь в команду новых ребят и провести больше 80 акций. Волонтеры пишут письма участникам СВО, проводят уроки добра, привлекают малышей в добровольцы и помогают братьям нашим меньшим. Сейчас масштабная акция – это акция «Большая помощь маленькому другу», когда мы собираем очень много корма для собак и кошек, для нашего приюта, городок. Акция длится примерно около месяца, когда мы все это собираем, шьем лежаночки для наших животных и отвозим уже это все в приют. Сейчас в Новом Оренгое работает 54 волонтерских объединения, в которых состоят более 2,5 тысяч человек. Антонина Шитова, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма», НУР-24. В Новом Оренгое начали возведение крытой галереи променада. Она появится за дворцом спорта «Звездный». «Газпром Инвест», под управлением которого ведется строительство, сообщил, что уже завершены все инженерные изыскания и земляные работы. Масштабное здание в форме снежной дюны объединит под своей крышей спортивные объекты, магазины, детские игровые зоны, фудкорт и амфитеатр. Все эти локации соединят зеленые прогулочные аллеи с живыми растениями. Общая площадь объекта более 70 тысяч квадратных метров. Закончить строительство планируют к юбилею газовой столицы, который отметят в 2025 году. В 2023 году на телефоны ЕДДС Нового Оренгоя поступило почти 124 тысячи обращений. Наибольшее количество звонков по линии скорой медицинской помощи – более 24 тысяч. По линии МВД почти 19 тысяч обращений. 8,5 тысяч звонков по вопросам организации жилищно-коммунального комплекса. Единая дежурно-диспетчерская служба работает круглосуточно. В штате после расширения 19 человек. На 12-часовую смену заступают по 3 человека. В прошлом году служба держала на контроле более 300 оперативных событий. Пожары, ДТП учетного характера, аварийные ситуации в сфере ЖКХ, а также все массовые и праздничные мероприятия. С учетом наших возможностей системы «Безопасный город», на сегодняшний день в городе насчитывается уже 455 камер, 175 из которых были установлены в 2023 году. Мы на имеющуюся здесь видеостену можем вывести картинку с тех объектов, где происходит это мероприятие. И, соответственно, при необходимости дежурный ЕДДС могут оперативно на нее реагировать. На контроле ЕДДС, и они непосредственно осуществляли мероприятия по координации, было проведение 87 поисково-спасательных работ на территории города. Эти работы чаще всего касались ликвидации пожаров и ДТП, поиска людей и отработки другой информации. Мы готовы познакомить вас с результатами ямальских спортсменов за прошедшую неделю. Кто отличился и пополнил региональную копилку медалями, расскажем в спортобзоре. Ямальцы завоевали 15 медалей на всероссийских соревнованиях по восточному единоборству. Кубок Юрия Долгорукова прошел 3 и 4 февраля в Троицке в дисциплине «Сетакан». Участвовали больше 500 спортсменов. Янау представляли ребята из Губкинского и Муравленка. В копилке спортсменов 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. В общекомандном зачете сборная Ямала стала бронзовым призером. Футболисты «Факела» начали тур в Челябинске с победы. Наша футбольная вышка обыграла команду «Сигмак» из Копейска со счетом 5-2 в гостевом матче 8-го тура Пари Высшей Лиги. В составе команды «Северян» отличился нападающий Максим Конов. На его счету первый гол «Факела». В Таркасале завершились первенства и чемпионат округа по спортивной борьбе. 3 и 4 февраля на ковер вышли около 100 борцов из Нового Уренгоя, Ноябрьско-Тазовского, Надымского и Пуровского районов. Участники чемпионата разыграли в 9 весовых категориях 17 комплектов наград. В командном зачете «Новой Уренгой» стал первым. Хоккеисты «Салихардского клуба «Факела» обыграли подмосковную команду «Хорс Подольск» в двух гостевых матчах первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Первый матч завершился со счетом 4-2. Игра на следующий день с результатом 4-3 в пользу «Огненных». По результатам предварительных игр первенства России наша команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф, который стартует в начале марта. «Ноябрьск» принял всероссийские соревнования по шахматам. Турнир проходил в четырех возрастных группах среди мальчиков и девочек 9, 11, 13 и 15 лет. За право быть лучшими соревновались 212 интеллектуалов из Сверловской, Тюменской, Челябинской, Томской областей, Алтайского края, Башкортостана, Хмау-Югры и Ямала. Дому удалось оставить одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград. А у меня все новости к этому часу. Информационный блок продолжит программа «Патруль». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok